Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! И это первое видео из серии о том, как понимать рыночную структуру. Обычно, когда речь идет о тренде, одним из признаков его ослабевания является то, что каждое импульсивное движение становится все меньше. Это происходит потому, что с ростом цены на растущем тренде все меньше покупателей заинтересованы в покупке актива по завышенной цене. Поэтому спрос постепенно падает. Также после каждого импульсивного движения покупатели, которые покупали со скидкой 10-30% от текущих цен, начинают постепенно фиксировать прибыли, что может вернуть больше силы продавцам на рынке. Когда это происходит, рыночная структура актива начинает меняться на падающую. В нисходящем тренде такие же импульсивные движения становятся все меньше с каждым разом. Когда цена после нисходящего движения начинает торговаться в диапазоне от предыдущего пика до низа, то это уже период консолидации, после чего все повторяется. Зачем я тебе показал этот отрывок? Потому что это абсолютно то, через что мы прошли в этом году. Вот эта ситуация. Каждое импульсивное движение с каждым разом становилось все меньше. Что и привело к усилению продавцов на рынке. Поэтому мы увидели это падение вот здесь. Примечательно, что отскок, который последовал после этого падения, достиг уровней 0.65 по Фибоначчи. Хотя сам по себе является отскоком дохлой кошки. А как мы знаем, в отскоке дохлой кошки цена обычно корректируется на 50% до отметки 0.5 по Фибоначчи. Тем не менее, отскок дохлой кошки отыграл. После этого коррекционного движения цена биткоина упала ниже. Точно так же, как это описано в теории. После вот этого коррекционного движения до 50% цена биткоина пошла дальше вниз. Почему мы вообще говорим об этом? Я видел комментарии под прошлым видео, что этот сценарий, похоже, готовится разыграться и сейчас. Сам посмотри. Точно так же, как и здесь, цена биткоина переживала импульсивные движения цены, которые с каждым разом становились все меньше. Это закончилось сильным проливом цены вот здесь. Если все отыграет так же, как тогда, мы можем увидеть отскок цены биткоина до отметок 0.65-0.618 по Фибоначчи. Вот этот диапазон, который я обозначил двумя горизонтальными линиями. А это от 48900 до 49300 долларов. И уже от этой отметки мы можем увидеть продолжение падения цены биткоина, как это было в прошлый раз. Интересное наблюдение от моих подписчиков. Что я могу сказать на это? Если мы хотим оставаться в растущем тренде, то, как я уже здесь обозначил, мы должны преодолеть этот диапазон и закрепиться выше него. Только в таком случае мы можем рассчитывать на продолжение роста. Если же этого не случится, если этот диапазон точно так же, как в прошлый раз, вот здесь, будет оставаться сопротивлением, то мы можем увидеть падение биткоина еще раз. Теперь давай поговорим о моих наблюдениях. На дневном графике я уже заметил кое-что интересное. Во-первых, этот паттерн, о котором мы уже не раз говорили, практически оправдал себя. Я ожидал достижения 56 тысяч долларов. Именно эта отметка является целью этой фигуры. Мы доросли до 53 тысяч долларов. Очень-очень рядом с нашей целью. Заметь, что верхняя граница этого паттерна длительное время выступала в качестве сопротивления. И только сейчас она превращается в поддержку. Очень важно, чтобы эта линия оставалась поддержкой и впредь. Также заметь, что цена биткоина после вот этого падения сформировала еще одну фигуру расширяющегося дна. Нижняя граница этой фигуры, вот она, должна любой ценой оставаться поддержкой для биткоина. Если она действительно после множества ретестов останется поддержкой, я срочно выйду в эфир и скажу, что нас ожидает огромное импульсивное движение вверх. Поэтому сейчас очень важно следить за этой линией поддержки. Если что, этот уровень на данный момент составляет около 44 тысяч 900 долларов. Почему он так важен? Ответ можно найти и на часовом графике биткоина. Биткоин находится в этом коридоре. Очень идеальный коридор для скальпинга. Мы видели здесь вот этот падающий клин, целью которого был выход вверх на вот эту высоту. Что ж, практически это и случилось. Мы достигли этой цели и даже со второго раза умудрились определить эту линию как линию поддержки. Это очень важный трендлайн, который в прошлом был то поддержкой, то сопротивлением. И этот трендлайн находится как раз таки на отметках около 45 тысяч долларов. В прошлом видео мы говорили о такой фигуре как двойное дно. Для продолжения роста актива цена должна пробить линию шеи. Мы показывали это на примере кардана. Но и на биткоине тоже видна эта фигура вот здесь. А вот линия шеи. Мы видим, что сейчас цена биткоина практически топчется на этой линии шеи, которая здесь обозначена синим штрих-пунктиром. Но все еще не подтвердили это пробитие. Мы еще можем опуститься ниже. Этот уровень очень важен. И если он удержится бэками, то мы можем увидеть движение цены биткоина сначала до верхней границы этого канала, около 47 тысяч трехсот долларов. А затем и до вот этого диапазона, который находится в районе 49 тысяч долларов, как мы уже говорили в начале этого видео. И несмотря на то, что страх на рынке упал уже до 32, биткоин все еще выглядит достаточно позитивно. Ведь средняя линия CPR определила себя как четкую поддержку. Как ты видишь, цена биткоина просто топчется по ней постоянно после этого падения. Но, как мы видим, сейчас у нас возникли проблемы с первой линией CPR, которая выступает в качестве сопротивления уже несколько дней подряд. Для того, чтобы продолжать расти, нам нужно определить эту линию в качестве поддержки. После этого цена биткоина будет расти дальше. До отметок первой цели по CPR. Если же этого не произойдет, мы можем опять улететь на тест этой средней линии, которая как раз-таки находится на уровне около 45 тысяч долларов. Как видишь, эта цифра повторяется снова и снова на разных ценовых моделях. Теперь я хочу показать тебе несколько хороших новостей для биткоина. Начнем с этого графика. Здесь нас интересует объем биткоинов, которые младше одного месяца. Вот этот график. Как мы видим, он находится в падении с марта этого года. Да настолько далеко упал, что находится на исторических низах с 2010 года. Просто вдумайся. Это вся история биткоина. Если мы просуммируем все биткоины младше одного месяца, то получим всего лишь 7%. Что это значит? Это значит, что 93% предложения биткоинов на рынке старше одного месяца. То есть, холдеры держат свои монетки. Так что, несмотря на то, что индекс страха и жадности падает почти до 30 пунктов, 93% монет биткоинов не боятся ничего. Холдеры продолжают их держать. К тому же, за эту неделю, что рынок падал, еще почти 22 тысячи биткоинов покинули биржи. При этом балансы китов выросли на 44 тысячи биткоинов за последнюю неделю. Что означает, что киты выкупали биткоины на этом падении, которое сами же и спровоцировали. Скорее всего, это не факт. Также, третий по размеру кошелек биткоина купил биткоинов на сумму 23 миллиона долларов. И знаешь, когда он это сделал? Он это сделал 8 сентября, как раз после этого массивного и быстрого дампа. Тоже навряд ли совпадение. Средняя цена покупки составила 48 600 долларов. И, скорее всего, этот биткоин-кошелек думает, что это безопасная цена для того, чтобы зайти в биткоин. Хорошие новости также из Швейцарии, где регулирующий орган дал разрешение швейцарской фондовой бирже SIX торговать криптовалютами. Биржа уже сообщила, что добавит биткоин. Это откроет законный способ покупать биткоин, одобренный регулятором для граждан Швейцарии и, скорее всего, Евросоюза в перспективе. Очень хорошая новость. А теперь я хочу обсудить еще большие новости для Солана и Тера. NFT Degenerate Ape продается больше, чем за 1 миллион долларов на Солане. Так что речь теперь идет не только про эфир. Очень много хайпа было вокруг OpenSea, который построен на эфире. Но теперь у эфира есть достойный конкурент. Солана и ее солонарт. Маркетплейс, построенный на Солане. Moonrock Capital только что приобрел один из самых редких NFT за 5980 сол, или же около 1,1 миллиона долларов. Это, конечно же, привело к росту цен на все обезьяния NFT на Солане. Что значит, что для покупки подорожавших NFT придется купить больше солан, что, понятное дело, хорошо для ее цены. Также Moonrock Capital приобрел еще один редкий NFT из коллекции SoulPunk за 1388 солан, или же почти 260 тысяч долларов. Таким образом, если сложить только эти 2 NFT, в Солан увлилили практически 1,5 миллиона долларов. Всего лишь один покупатель всего лишь за 2 NFT. Так что я думаю, что в рост Соланы вложился их NFT-макетплейс – Соланарт. Если мы посмотрим на Соланарте, например, обезьянь NFT, то увидим, что самая минимальная цена – 74 сола, или же около 13-12 тысяч долларов. Солпанки же начинаются от 12,5 солан, где-то 2-3 тысячи долларов или около того. Так что это большие новости для Солана, но и для Кардана тоже. Я думаю, что NFT, смарт-контракты и DeFi, которые будут работать в Кардана, приведут к большому взрыву токену Ада. Этот взрыв будет очень похож на то, как взорвалась Солана. Кроме этого, даже биткоин может повторить этот взрыв. Ведь уже в ноябре впервые за 4 года он получит масштабное обновление Taproot, которое принесет функционал смарт-контрактов в блокчейн биткоина, что может стать началом его пути в DeFi и NFT. Хорошая перспектива для биткоина, не так ли? И эта перспектива может очень сильно повлиять на курс биткоина. В позитивном смысле этого слова. И, наконец-то, еще одна хорошая новость для Terra. Terra только что запустила свой первый NFT-проект. Terra в основном фокусируется на DeFi. У них в сфере децентрализованных финансов очень много-много проектов. Но теперь они не только готовятся к запуску своей основной сети, Columbus 5, приблизительно под конец этого месяца, но и запускают свой первый в истории NFT-проект. Terra, нужно сказать, и без NFT чувствует себя неплохо. Но представь себе, что с ней будет после запуска NFT-макетплейса с привязкой к TerraLunia. Это очень поможет Тере, так что следите за Терой, Соланой, Кардана и также биткоином, который тоже будет влетать в это пространство в ближайшее время. А меня зовут, как всегда, Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok